здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео к сожалению по техническим причинам мы не смогли записать видео в понедельник поэтому сегодня обсудим тот массив информации который я поступил в последние дни поговорим о сезон отчетов поговорим о падении индекса smp 500 ну и у предстоящих соответственно выборах но важно начать с того что во первых не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео которые вопросы у вас появятся оставляйте их обязательно в комментариях и начнем мы с того что во первых тот день который будет сегодня то есть 28 октября исторически самый лучший день для индекса smp 500 сейчас я покажу для вас таблицу которая находится на сайте lpl research я очень часто как раз прибегают информацию этом сайте у них очень хорошая статистика и здесь мы с вами видим информацию с 50-х годов и здесь мы видим то что 28 октября средний прирост за все это время составляет ну примерно 0,54 процента если посмотреть визуально на всю таблицу то мы здесь видим что это лучший день в году соответственно сейчас пока уже на открытие рынка мы абсолютно не видим этого оптимизма и скорее всего этот день сегодня будет идти в разрез но америка еще не открылась поэтому все еще впереди а также хочу отметить то что в случае соответственно когда мы видим этот день позитивным то потом начинается волна как раз восходящих движений и которая продолжается фактически до 6 ноября в среднем да то есть опять же мы с вами помню что 3 ноября будут выборы поэтому волатильность на рынке сейчас в этот период как раз повышается но а исторически мы видим как раз вот эту волну которая наступает после снижения который было 27 октября затем наступает уже практически две недели роста и с одной стороны это довольно таки неплохая возможность как раз для тех трейдеров и инвесторов первую очередь кто планирует для себя довольно акции в портфель как раз это делать в этот период потому что рынок находится на минимальной значении за несколько месяцев соответственно есть возможность купить хорошие акции дешевле чем они стоили там месяц два месяца назад с точки зрения текущей ситуации важно отметить то что пока все таки с распространением коронавируса до 5 новый случай в сша опять происходит рост в среднем порядка пяти процентов и здесь тоже важно отметить то что ключевыми бенефициарами этого роста остаются такие компании которые называются стоит home company то есть те компании которые предоставляют свой сервис или услуги тем людям кто может их получать из дома да то есть это доставка это там компания amazon это компания зум до который предоставляет как раз для возможность проведения вебинаров онлайн конференции все это основные бенефициары текущей пандемии да с этим я думаю что все абсолютно согласно вот как раз реальный сектор который как раз страдает от и может пострадать от нового локдауна он как раз сейчас находится на а все-таки на исторических минимумах и уже ряд компаний ряд секторов подходят к минимальным значением которые были в марте например там увидим нефтяные компании так например компания xn mobile который также держу своем портфеле покупал марте она но вот практически находится плюс-минус по тем же ценам которые мы видели меня в марте и туда же опускается и компания intel компания cisco казалось бы технологичные компании но тем не менее они не так выиграли пока от текущего падения и скорее всего их восстановление займет тоже какое-то определенное время об этом тоже важно помнить к сезону отчетов эта неделя крайне насыщенно сегодня считается порядка трехсот тридцати восьми компаний из но здесь мы говорим на американские компании и очень большой список то есть я думаю что вы самостоятельно тоже можете посмотреть проверить если мне те компании которые вы планируете для себя торговать как раз вот в этом в этом списке или нет и уже для себя оценить как раз вот этот момент но что важно в первую очередь для рынка это отчеты которые будут завтра в 29 октября отчитается компания компаний ключ ключевой технологичной компании до apple amazon все будут отчитываться уже непосредственно завтра поэтому тоже на это важно обратить внимание из позитивных новостей которые мы собственно видели это с одной стороны отчет компании отчет дочь банка который показал рост и принципе это выглядит на текущий момент позитивом в данном случае мы говорим только о европейских компаниях то есть принципе этот отчет удивил инвесторов с точки зрения а принципе банковского сектора который очень сильно проседал последнее время на негативных новостях которые были связаны с коррупцией и принципе то что банковский сектор страдает от низких ставок да мы безусловно это понимаем но тем не менее дочь банк смог показать прибыль также из последних событий которые которые которых которых я хотел с вами обсудить это также отчет хороший отчет компании компании microsoft сейчас я также добавлю как раз информацию чтобы мы смогли об этом поговорить и поговорим о тех как секторах которые больше всего просели как раз в последние вот в тот сезон отчетов который сейчас идет начнем с вами с компании как раз microsoft принципе здесь мы видим очень хороший отчет вообще компания microsoft очень выглядит хорошо очень выглядит стабильно стабильно развивается завоевает новые сектора то есть принципе также это одна из компаний которая является бенефициаром как раз того роста который был ну и развитие ну принципе рост сервиса azure то есть это cloud сервис который как раз в данном сегменте тоже компания показать рост потому что сейчас он делает очень большую ставку как раз на сервис облачные сервисы да и это такой тоже длинный тренд в котором будут находиться многие компании как раз с точки зрения планирования для себя инвестиций и составление портфеля там на 20 на 30 лет то есть это как раз тот сервис который будет развиваться пока он находится таком в стадии развития да и будет развиваться ну вот представьте что например когда вы играете компьютерные игры да вот то есть у вас должен быть например хороший компьютер мощный компьютер а представьте если все вот этот поток информации будет обрабатываться на стороне как раз за провайдера вот этих cloud сервис и по сути неважно как у вас будет компьютер потому все это будет делаться на стороне как раз вот данного провайдера вы можете там наслаждаться вашими играми практически на любом устройстве то есть вот в этом направлении как раз идут и движение и опять же это и беспилотно беспилотные сервисы которые также необходимо огромное количество информации который будет обрабатывать то есть это опять же тот сегмент на который стоит обращать внимание и компания microsoft себя в этом отношении показывает очень хорошо пока вот я к себе microsoft не добавил но вполне вероятно что на коррекциях которые будут происходить обязательно тоже это не сделал потому что microsoft мне компания нравится а также еще один очень интересные заметки которые как раз я думаю что в первую очередь важны тем инвесторам кто видит как упали компании авиа отрасли как просили круизные компании и вот просто информация о том что восстанавливается рынок будет очень долго потому что посмотрите по на текущий момент по данным на 26 октября по количеству отчетов которые происходили по как раз по данным компания по данным секторам мы видим что отрасль авиаперевозки упала на триста тринадцать процентов да то есть за последний год по в третьем квартале представьте триста тринадцать процентов сервисы по отеле рестораны то есть падают на 133 процента нефть газ падает 129 процентов сегмент развлечений то есть например даже входят парки развлечений до которые есть например там у гол дисней падает на 110 процентов производство падать на 50 процентов недвижимость 47 персональные продукты 46 оборонка 41 и телекоммуникационные сервисы на тридцать четыре процента то есть фактически вот в этих секторах мы видим колоссальное снижение конечно эти сектора которые упали меньше то есть например та же сама оборонка ну не до обороны было да скажем так последний год они а скорее всего смогут остановиться довольно таки быстро а вот авиаотрасль и рестораны и отели это наверное то с чем нужно по времени кстати скоро выйдет на айпио компания airbnb и вот тут очень большой вопрос не смогут ли они показать хороший рост сразу потому что конечно сейчас этот компания страдает да то есть от текущей меня текущей ситуации ну а теперь давайте посмотрим что сейчас происходит на рынках я в понедельник права покупать и с на пи 500 дакс но сейчас мы дойдем до этих инструментов и я по своим сделкам тоже расскажу а в целом евро доллара мы видим коррекцию уже несколько дней на продолжается этот коррекционное движение я на продолжу искать покупки где-то в области 1 16 87 или чуть ниже до 1 16 40 в принципе сейчас я вижу что сохраняется вот это нисходящее движение если мы уходим ниже меню которые были в середине октября то вероятно как раз дом меня минимум в конца сентября мы тоже сможем дойти оттуда как раз рассмотрю возможности на покупок на продолжение как раз роста тем более уже пройдут скорее всего выборы уже будет понятно кто станет президентом и мы можем рассчитывать на предновогодние ралли да то есть открывается сезон покупок то есть люди не смогут понять вообще смогут ли они тратить деньги да то есть ноябрь декабрь все будут готовиться к праздникам ну и вполне вероятно что вот это как раз вот это историческое новогодний ралли мы тоже сможем здесь увидеть поэтому здесь я к этому моменту готовлюсь готовлюсь то есть точки зрения что пока жду да то здесь я ожидаю еще продолжение коррекции тем более сегодня с точки зрения часового таймфрейма также видим сохранение данной нисходящей информации но в зависимости от того где мы остановимся уже буду искать возможность подобрать евро доллар а та же самая картина картина с британской валюты то есть сейчас мы видим общее восходящее движение которое идет середины сентября но уход ниже минимумов середины октября также даст предпосылки снижение в области 1 на 126 125 вот это тоже я подумаю чтобы подобрать хотя с другой стороны мы можем видеть и начало как раз нового нисходящего тренда который здесь формируется поэтому если мы все-таки сможем переписать минимумы которые были как раз в сентябре то возможно что мы как раз двинемся уже на по данной нисходящей формации тогда уже будет иметь смысл сказать продаж мы никогда не знаем особенно вот при начале такого формирования но пока фундаментально мы можем ожидать как раз падение американского доллара рост фондовых рынков и пока этот тренд у нас он все-таки оставляя остается основным но вот если мы все-таки уйдем ниже миного сентября тогда я конечно я эту этот подход пересмотрю буду для себя сказать уже непосредственно продажи а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы тоже видим укрепление то есть на фоне как раз падения американских американского фондового рынка соответственно здесь я не заходил на данный роста как он сейчас пока является контр трендом соответственно если мы опять же удержимся выше максимум сентября то есть если мы получим разворот информации как раз вблизи данных уровней то для себя продажа здесь я тоже рассматриваю но и с точки зрения часового таймфрейма мы видим данные ускоряющиеся движения по росту по данному инструменту пара американский доллар японская она продолжает свое нисходящее движение к сожалению та сделка которая открывала полностью цель не была реализована только частично то есть только часть позиции здесь я много часть движения смог взять мы дошли до тех целей которые мы говорили сейчас вполне вероятно можем от этих уровней отскочить и будет еще одна волна коррекции и по ее завершению также для себя рассмотрю возможность войти в эту позицию еще раз австралиец продолжает свое нисходящее движение то здесь мы видим с точки зрения дневного таймфрейма все-таки попытки уже завершения вот данного исходящий формата переход фазу нисходящего то есть мы не увидели обновление локальных максимум которые были в начале октября и пока мы все-таки смотрим вниз но опять же здесь будет критичным уровне уровень минимальной значения сентября октября то есть если мы сможем продавить ниже то как раз нисходящее движение здесь будет в приоритете но если появится сигнал как раз вблизи этих уровней на на покупку то покупки по этому инструмента тоже для себя рассмотрю ну и собственно по новозеландии точно такая же картина но новозеландии с другой стороны пока держится в рамках восходящего тренда в рамках восходящего движения вот уход ниже области как раз минимальное значение конца сентября даст предпосылки на более затяжное нисходящее движение по этому инструменту пока торгуемся выше буду искать возможности покупать золото здесь вот такая сужающаяся формация то есть все таки октябрь не самый активный сейчас на текущий момент для золота пока на есть предпосылки конечно для роста но сделки я здесь не входил так и пока фактически здесь у нас сохраняется боковик это очень хорошо видно на часовом таймфрейме поэтому здесь я для себя буду ожидать еще одной волны нисходящего движения вот если мы упадем еще раз в область 1820 1830 появится сигнал как раз входа оттуда то я для себя вход в золото тоже рассмотрю а теперь к индексам индекс дакса индексы снк 500 продолжает свое нисходящее движение я пробую покупать как раз вот на уровне минимальной значения сентября то есть фактически здесь этот отложенный ордер но это моя ошибка его нужно было удалить так как а если посмотреть уже более детально этот отложенный ордере оставил еще на прошлой неделе а понедельник начался как раз с обновления локальных меню в пятницу поэтому ну фактически здесь я удалил этот ордер ну точнее закрыл очень быстро позицию по смп 500 по дак все не успел потому что движение было крайне активным и буквально там несколько минут держалась эта сделка но тем не менее то есть опять же мы с вами видим то что стопло ставить важно стопло ставить нужно потому что посмотрите куда ушел дакс да и сейчас движение нисходящее продолжается поэтому опять же если посмотреть дневной таймфрейм да сейчас есть предпосылки на начало как раз вот этого нисходящего движения то есть мы видим что октябрь крайне негативно для дакса но вопрос где опять же остановить то есть даже с текущих уровней я бы покупал но опять же нужно получить локальную остановку уже на часовом таймфрейм то есть конечно не прямо сейчас но когда это произойдет то я для себя это безусловно рассматриваю ну и плюс-минус та же самая картина по смп 500 а здесь я тоже пробовал давайте сразу часовой таймфрейм то есть пробовал покупать вот здесь но опять же посмотрев на дакс как он быстро продавил и это была европейская сессия да то есть америка еще не открылась я предположил что скорее всего смп 500 может продолжить вот то падение которое было поэтому быстро выскочил за этой позиции да не дожидать срабатывание стоп-лосса который сейчас опять же я вижу что он бы в данном случае сработал поэтому по смп опять же цели снижения здесь мы видим это область 3240 то есть мы вполне можем прийти в область минимальной значения которые были там 24 сентября и пока как мы с вами говорили в начале 28 октября пока не видится самым лучшим днем для индекса смп 500 и пока но вот такая ситуация здесь остается поэтому здесь тоже жду жду где остановится вот это падение вполне вероятно что как раз придем в область 3237 к выборам ну а дальше уже вполне вероятно продолжение как раз восходящего движения ну а если уйдем ниже данных уровней то и поменяется как раз риторика с точки зрения стимулирующих мер да появится какое-то ухудшение с точки зрения коронавируса пойдут локдауны то тогда конечно можем видеть ну не исключаем движение там и в область 3000 теоретически мы можем туда прийти но мне почему-то кажется что такого не произойдет но опять же это здесь нет конкретной какой-то информации и здесь нужно уже действовать будет ситуативно то есть то что мы с вами и будем рассматривать ну и нефть марки бренд опять же на фоне распространения коронавируса на фоне снятия уменьшения как раз потребление продолжает падать ну и опять же нефть это как раз ну наверное не тот тренд не тот длинный тренд на который стоит ориентироваться но тем не менее пока как сырьевой актив который все-таки необходимо необходим для функционирования нашего общества мы его рассматриваем в целом пока динамика сохраняется боковая то есть мы фактически торгуемся в диапазоне который был в сентябре и сейчас идем по нижней границе 39 83 цена по среди на нефть марки бренд а пока движемся в данном коридоре если уходим ниже как раз и минимальные значения которые были сформированы в начале октября то вероятно еще движение будет в область 35 31 вполне вероятно что-то движение мы сможем увидеть очень насыщенная неделя в первую очередь насыщена на события на сезон отчетов и также напомню еще раз то что 3 ноября президентские выборы сша и как раз это важное событие которое стоит держать внимание также сегодня у нас пройдет вебинар с александром элдером если вы еще не зарегистрировались на этот вебинар переходите по ссылке в описании к этому видео и будем рады видеть вас там ну собственно мы зададим александр вопросы по текущей ситуации то есть что он думает по выбору что он думает по текущей ситуации а на рынке также разберем как раз те инструменты которые предлагают наши участники как торговые идеи чтобы как раз получить такой срез по рынку срез по секторам ну а на сегодня это все не забудьте поставить лайк вопросы оставляйте в комментариях увидимся с вами в пятницу и посмотрим как заканчивается текущая торговая неделя но и также увидимся сегодня на вебинаре с александром элдером всем хорошего дня спасибо за внимание и до свидания